Опа! Да, Роберт вас! С вами Ревас! Давайте посмотрим, что у нас здесь такое S30 S Realme Так, это у нас Телефон из такого максимально Бюджетного сегмента Купленный, чтобы вы вот понимали Давайте посмотрим, ну, за 2000 рублей Тут еще вот я купил сверху еще защитное стекло За 5 рублей Я его уже так, в принципе, распаковал Ничего такого прям особенного нету Такая, ну, знаете, симпатичная на самом деле коробочка Такая желтенькая, жизнерадостная В комплектации к телефону у нас тут вот Документы, различные паспорта Также, само собой, с ним еще была зарядка И на этом, в принципе, все Давайте посмотрим, что за это у нас такая труба Чему вот, парни, я очень был удивлен, купив такой телефон То, что вот, здесь присутствует Face ID Телефон, купленный за 2000 рублей Обладает вот тоже такой вот, скажем, технологией Так, что у нас тут такое? Вот оно, Arizona Online Давайте заходим Так, обновление на 4 гигабайта Хорошо, давайте обновимся Приветик, пока ждешь загрузку Расскажу, чем тебе после нее заняться Так, ну, хорошо Тут такой обучающий ролик Полезный, на самом деле, для новичков По времени Скачка, вот Получается У меня написано 14 минут Ну, качает данный телефон довольно-таки быстро А пока он качает данную игру Давайте посмотрим вообще Характеристики данного телефона В этом телефоне встроена память на 64 гигабайта Оперативная память 3 гигабайта Экран довольно-таки большой 6,5 дюймов Разрешение для 2000 рублей тоже вполне нормальное Емкость аккумулятора 5000 мегампер Тоже очень хорошо Из такого самого главного для нас в этом видеоролике То, что у этого телефона 8 ядер в процессоре Графический процессор PowerWare GE8322 Год выхода модели 2023 год Ну, в принципе, еще более-менее свежее Так, прошло чуть больше 20 минут И по итогу вот у нас уже 99% Нормально так идем Оба-на, все Вот она появилась, скажем, главная менюшка Заходим давайте на сервак И сейчас посмотрим, как это дело будет справляться Ну, в принципе, экран довольно-таки красочный Приятный Выберите место спауна Давайте, допустим, вот Выбираем вокзал Все, начать играть Опа, так Пошел процесс прогрузки Ну и давайте смотрим Появился, короче, я на вокзале Где куча народу Различных объектов И хочу вам сказать Слушайте, ну FPS вот падает до 20 Пока что я вот наблюдаю, да Чего-то 8 ядер Три гиабайта и оперативки Особо-то, скажем, не увозят Играть, в принципе, можно Но на 20 FPS Помехал, короче, камеру Вот таким вот образом Выгодит игра на этом телефоне Ну, слушайте В принципе, играбельно вполне Вот мы сейчас уехали с вокзала И у меня по FPS вот уже FPS поднялся спокойно до 30 Вон даже 33 сейчас только что было При условии того, что здесь просто куча домов У нас вон Смотрите, нормально такой на самом деле FPS Вон 54 Вон 55 Нормально, слушайте Играть можно Ё-моё Вот себе и сам-то, скажем На телефоне за 2000 рублей Всё чётко работает Всё нормально Вон, давайте едем Не, ну в целом Пока что очень даже неплохо Я ждал результатов гораздо хуже Так, заезжая в город Сан-Фьер FPS уже здесь подупал Ну да, вот сейчас проезжаем Армию МВД Тут куча людей на карте Вот у меня прогружается Из-за этого FPS вот упал до 20 Но сейчас вот стабилизировался Обратно вернулся до 30 Само собой, да С офигенным комфортом Вы на таком телефоне не поиграете Но поиграть здесь в принципе можно Приехали вот к аукциону Ой-ой-ой-ой-ой Что у нас здесь по настройкам графики Давайте посмотрим Дисплей сетапа Так, медиум Да, судя по всему Всё выставлено, скажем На минималке Касаемо того, как сейчас чувствует себя данный телефон Ну, честно говоря Немножечко так нагрелся Вот, немножечко так нагрелся Думаю, если играть прям очень долго То данный телефон будет прям горяч Так, что у нас здесь Аукцион контейнеров Мы на замке этого бизнеса Давайте посмотрим Что у нас здесь на кассе Чат всё нормально Чётенько работает А за сегодня Чё? Чё так мало? 70 тысяч? Чё за прибыль убогая? Сегодня же был аукцион контейнеров 15.00 А по времени уже вон 17.53 Чё-то неправильно как-то Да, чё-то данный бизнес Меня пока что не радует По FPS У нас сейчас вон 40 FPS Отправляюсь сейчас В довольно-таки людное место На автобазар Надеюсь, там у меня телефон этот не взорвётся Игра у меня не вылетит И всё будет нормально Пока что, как говорил ранее Я очень доволен За 2000 рублей Телефон выполняет свои функции Ну, реально великолеп Вот сейчас вот катаюсь На окраине Сан-Фьера FPS вон в районе 30-40 Опа Подъехал к автобазару И начало всё Очень жёстко фризить Ё-моё Посмотрите на это Офигеть Ну, FPS Упал где-то Вот до 20 13 12 11 Самое главное Чтобы игра у меня Просто не вылетела 7 Офигеть Это просто Какой-то слоу-мо Ё-моё Что происходит 5 FPS Ё-моё Карл 5 Офигеть Ё-моё Бедный мой телефон Он сейчас просто сгорит Лучше отсюда уехать Так, ну вот сейчас Отвернулся от автобазара FPS поднялся сразу до 20 Интересно, что будет Если я заеду на странный рынок Телефон пока что На такой же примерно Температуре Сильнее он не нагрелся Выезжая из Сан-Фьера Где нет людных мест Вон, FPS поднимается до 50 И можно вот так С кайфом покататься Почилить Здесь, в принципе В этом плане всё нормально На моём вот персональном компьютере Стоит сейчас видеокарта 4070Ti И самый топовый процессор от Ryzen На 16 ядер На том вот автобазаре У меня с такими конфигурациями Выдаёт где-то 40-50 FPS И поэтому, в принципе В целом неудивительно Почему на этом телефоне Так всё плохо Ой-ой-ой Тачку нашу мы разбили Давайте-ка выйдем Надо сейчас её починить Я надеюсь У меня ремкомплекты есть Так, открываем быстренько Чат Попали в такую неприятную ситуацию Репкара У вас нет набора починки Ну всё, приплыли Оу У меня есть скейт Я скейтер, да Нефор Как там открыть меню персонажа На телефоне, то есть, вообще не играю Вот, наверное, где-то здесь Так, что у нас Инвентарь Ага Блин, на самом деле Очень классно сделали Инвентарь на мобилке Давайте берём наш скейт Использовать Всё, чётенько Воп, погнали Нормально Всё, можно ехать Опа Нажимаем Если вот так То он делает прыжок По фпсу Сейчас вот подъезжаем Кстати, на ферму Льна и хлопка Тут, по идее, 100% должны быть Какие-то работяги Посмотрим, что будет С нашим фпсом Всё прогружается Очень быстро Хочу вам сказать Игроки тоже прогрузились Ну, слушайте На ферме Вот 30 фпс Стабильно держатся Чтобы просто вот играть Достаточно 30 фпс Но чтобы играть с кайфом Нужно минимум 60 фпс Едем давайте потихонечку дальше Ой-ой-ой Так, тут у нас менты Игроков тормозят А ну-ка, давайте Немного дерзанём Дерзанём Чисто подойдём Удадим в харю Посмотрим, будут ли Какие-то последствия На! Всё, так Дэмэдж был нанесён Беспощадный Надо теперь валить Очень что вот ещё приятно То, что на этом телефоне Экран более 6 дюймов На таком экране Играть, ну, довольно-таки приятно Так, вот был Payday Вот так вот чисто бегаю по карте Фпс вон 45 фпс Нахожусь уже вот В городе Лос-Антос Где куча всяких домов Уже у меня прогрузилась Так, арендуем давайте данный автомобиль И двигаемся дальше Подъезжаем к центральному рынку Мне уже, если честно, страшно Я уже вижу на миникарте Там просто кучу народу Давайте потихонечку подъезжаем Здесь ещё вот объекты всякие добавили Ё-моё Ну, слушайте Пока что показатели получше Чем были на автобазаре Фпс упал до 10 Пока что ещё меньше не падал Сообщение вообще отправляется Довольно-таки быстро С этим проблем нет Опа, фпс упал всё-таки вот До 4 Ну, по крайней мере Меня определённо радует то То, что игра не вылетает Хоть фпс очень сильно упал Но игра, как бы, стабильно держится Телефон на той же температуре Он не особо горячий Играть ещё пока что, ну, вполне возможно Отъезжаем от странного рынка И фпс потихоньку всё больше и больше Ну-ка, давайте поедем в гетто Посмотрим, что у нас там Я думаю, можно, в принципе, найти телефон За тысячи так, 8-10 Который эту игру спокойно Будут тянуть везде на 60 фпс Думаю, такие телефоны Если утревать гетто по скидке Это вполне возможно Так, приехали, короче, в гетто А ну-ка, давайте заедем на район Грув стрит Легендарный район, да? И что у нас здесь? Ну, где-то, вот, получается У нас 15 фпс При условии того, что игроков здесь Как бы особо нету Но есть куча автомобилей различных Куча домов в округе Отсюда и вот такой вот, скажем, фпс Как я говорил ранее Мои ожидания касаемо данного телефона В этой игре были довольно-таки унылыми Но хочу вам сказать то Что я вполне доволен Вот сколько я играю Да, бывают просадки по фпсу Моментами, когда какие-то Жёсткие прогрузы Оп Опа Всё Всё Опа Опа, ля Она не вылетела, офигеть Она всё равно дальше продолжает действовать Вот она, вот она просто неубиваемая Неубиваемая вещь Проезжаем самые такие людные места Прямо сейчас вот едем возле спавна бомжей Давайте, парни, знаете, о чём прямо сейчас с вами договоримся Если этот ролик соберёт 2000 лайков за сутки В таком случае я продолжу данную рубрику Где буду покупать телефоны, так скажем, вот такого бюджетного сегмента И далее их тестировать Следующий телефон, который я куплю Будет за 5-10 тысяч рублей И думаю, он уже будет показывать более лучшие результаты Чем вот этот, который мы сейчас тестируем Блин, ну я реально поражаюсь Телефон за 2000 рублей, ну просто неубиваемый Так, у меня по идее на этом аккаунте должен быть донат Прописываем команду донаты Вон, 15 тысяч азакуинов То, что надо Так, хочу купить себе воздушный шарик Давайте вот покупаем красненький Самый первый Так, да, стоимость 10 тысяч азакуинов Давайте покупаем Всё, данный шар мы приобрели Давайте его одеваем Да, надеть И сразу хочу же использовать всю Так, нам теперь нужно собрать данный шарик Просто давайте тапаем Отправляемся в город Лас-Вентурас Пролетаем гору Вайнвуд Пока что никаких фризов нету И на моё удивление, вон ФПС более 50 Телефон, кстати, нагрелся чуть посильнее Хочу сказать Вот чуть посильнее он нагрелся Давайте инсантируемся Оп И шо? Давай, ты не должен вылететь Ты беспощаден Во, красава Нормально всё живём Приехали к казино Тут куча автомобилей ФПС упала до 15 Давайте заходим внутрь Интерьер здесь очень большой Вот тут ребята играют ФПС даже вот поднялся Играть можно Но касаемо того Будет ли от этого кайф Я в этом очень сильно сомневаюсь Если вот так вот чисто зайти Оплатить налоги на недвижимость Либо просто вот так вот покататься Не знаю там по карте То в принципе да Нормально Но если вы планируете прям с кайфом играть Получая удовольствие То то скажем Не найдитесь на какой-то большой То скажем успех в этом 2000 потраченных рублей Ну как бы о себе говорят Ещё вот такой вот момент То что ну телефон то скажем Нагрелся Да И за такой вот большой нагрузки На него он начинает Уже немного доигреться Стоит ли он своих 2000 рублей Очевидно да Это очень неплохой на самом деле Телефон за свои деньги Можно вот так вот чисто Сидеть в интернете Дать там кому-то Младшему брату Или младшей сестре Смотреть мультики Экран в принципе Довольно неплохой Большой Памяти здесь вполне достаточно Для не особого Такого прям пользования Касаемо же нашей Всеми любимой игры Да как бы Зайти можно Поиграть можно Но у кого-то прям Мега космического удовольствия Вы игры на таком телефоне Не испытаете Как говорил ранее Чисто вот так вот зайти Немного покататься Либо просто зайти А пути технологии И выйти Для этого этот телефон Ну в принципе неплох Если бро данный ролик Тебе понравился Мне будет очень приятно Если не забудешь Поставить лайк Ну а так же самое главное Подписаться на мой канал Да это самое главное На этом же данное видео Подошло к концу Всем Желаю удачи